Суды при Анкапе. Ребята, у вас сейчас делу сети вынесли 16 лет, приговор. Почему вы не задаетесь вопросом, как работает суды без государства? Серьезно. Вопрос следующий. Как общество без государства может решить традиционные провалы рынка, вроде распределения общественных благ, трагедии общин и обеспечения прав собственности судов? Сейчас мы, видимо, поспорим с фотоадмином, потому что общественные блага – это то, что появляется в результате вмешательства государства в рынок, потому что государство есть – это общественное благо, которое создает трагедию общин. Не нужно смешивать государственное и общественное. Это разные вещи. Общественное бывает рыночным. Оно не должно быть государственным. Нет, ну, здесь довольно все просто. Общественное благо появляется, когда существуют неопределенные на что-то права собственности. Если вы определите право собственности на любую молекулу на этой планете, то у вас общественные блага действительно исчезнут. Если вы еще обеспечите им такую ситуацию, когда вот именно так. Нет. Общественное благо – это коллективное благо. Коллективное благо может быть совершенно конкретно определено. У тебя на частном поселке есть дороги частные. Это общественное благо, но оно не государственное. Ну, замечательно. То есть, у тебя есть право собственности у каких-то людей или какой-то группы людей на эти самые поселки. Я не говорю, если вы определяете право собственности на все, у вас потребность в общественном благе исчезает. Я бы не хотел жить в мире. Почему ты не называешь это общественным благом? Это и есть общественное благо. А что именно? Дороги в частном поселке – это общественное благо. Потому что это не индивидуальное собственность. Нет, просто по определению общественное благо – это то, что предоставляется государству. Там можно, ладно, поспорить. Я с этим и спорю. Государственное и общественное – это разные вещи. Я разделяю два понятия. Нет, ну просто… Нет, ну хорошо. Но это будет спор об определениях. Это уже неинтересно. Это не спор о определениях. Два разных… Хочешь говорить о государственной собственности, говори о них. Ну ладно, мы сейчас уйдем в вопрос определения. Я просто не хочу, опять же, это все касается уже дебатов, там какие-то мои тейки Значит, не хочу сейчас про это говорить Я полностью согласен, что у государства есть какие-то функции в экономике Которые не могут быть заменены никаким частным бизнесом И даже добровольным соединением людей Но я не хочу сейчас, правда, про это говорить В АТО боится появить свои тейки, чтобы Павел Лусанов Ну, правда, серьезно, кроме шуток я действительно не хочу этого делать Я в свою очередь готов с АТО тоже об этом поспорить Я надеюсь, он еще придет ко мне на эфир И мы об этом подробно поговорим уже после дебатов Так, про суды я тоже Суды при Анкапе Ребята, у вас сейчас в Дело Сети вынесли 16 лет приговор Почему вы не задаетесь вопросом, как работают суды при государстве? Серьезно, вот это гораздо более интересный разговор Как работают суды при государстве? При государстве судов просто не существует Существует инструмент принуждения к государственному произволу Больше ничего, это не суд Я, конечно, при всем уважении Но ты здесь говоришь, что на основании примера Пензенского суда Который действительно не суд, а черте что Ты говоришь, что при государстве вообще не существует Конечно, не существует То же самое в Соединенных Штатах Ну где? Абсолютно Господи Ассанж Ну окей, ну ассанжа, ну хорошо, ну окей, ну там ассанжа, это конкретный, да, там суд какой-то секретный в составе НБ Да любое Просто я ставлю под вопрос легитимность в принципе того, что называется государственным законам Потому что это государственный произвол Нет, хорошо, это ты ставишь под вопрос, но как конкретный И ты однажды поставив это по вопросу, ты приходишь к выводу, что государственный суд это инструмент принуждения к произволу Ну ради бога, ну просто я не думаю, что любой государственный суд, это уже там логичка, значит Я не думаю, что любой государственный суд это должен быть таким судом Или может быть только таким судом, как вот Пензенский суд, который, значит, ни в чем не виноват Могу доказать, почему? Ну давай Нет, потому что он опирается на государственные законы Нет, ради бога, просто на практике мы видим, что, значит, того ужаса и, извиняюсь за мой французский пиздеца Который мы видим там в делах с новым величием и сетью Мы не видим такого, ну, совершенного беззакония где-нибудь, не знаю, ну, даже в той же Германии Видим, там просто консенсус решается менее нагло И все, как правильно сказал Родион Белькович у меня на эфире Что государство является репрессивным в той мере, в которой нарушает мою свободу И является свободным в той степи, которая отвечает моим интересам Мы сейчас уйдем с холастикой Нет, здесь нет никакой схоластики Тейк очень простой Государственный суд опирается на государственный закон Государственный закон – результат произвола государства Принуждение к соблюдению правил, которые не являются интересами людей, на которых они спускаются Об этом можно устроить отдельный стрим Если на то будет, все-таки готов поспорить хоть на одну острую тему Вместо того, чтобы сливаться Я уставший сейчас, я с 8 утра сегодня занимаюсь Работать, ты должен работать в этом Работать русский сейчас хотел сказать Михаил, а вам было бы интересно пригласить на разговор Петра Рябова? Существует ли феномен Двача? Гражданское общество – это новая партия Большое вам спасибо, удачи вам Значит так, Петра Рябова хочу позвать на эфир обязательно Уже навожу с ним контакты Существует ли феномен Двача? Да, разумеется, существует Коллективное бессознательное Позволяет вообще посмотреть на то, что у людей действительно происходит в голове За пределами того лоска, который наводит социальные нормы Гражданское общество – это не партия, это движение К либертарианству гражданское общество не имеет никакого отношения Буквально завтра, там послезавтра, самое позднее будет полноценный анонс Движение, в котором будут принимать всех Кто разделяет очень простые, понятные пункты нашего манифеста Вступайте, пожалуйста, цевсок.нет, новое движение Вообще надо сказать, что отношение к гражданскому обществу, как ни странно Нет, это продвижение, спрашиваю, который я... Понятно А, это название просто Это название Все, я тогда не понял Я просто к тому, что в принципе, ну, той же самой экономической теории Отношение к гражданскому обществу за последние лет 30 Оно стало несколько более скептическим Если раньше его воспринимали как безусловное благо Которое контролирует государство Обеспечивая, значит, решение каких-то проблем, которые государство не может делать То в последнее время начали активно обращать внимание на то, что гражданское общество Можно рассматривать как множество лоббистских групп А это нормально? Которые стремятся использовать государство в своих целях И это нормально? Ну, это не нормально Это результат теории игры буквально Ну, хорошо Мы поставлены в такой положении Ну, хорошо Ну, вот интересно, что вообще отношение к гражданскому обществу, да, немножко изменилось Ну, и само гражданское общество, надо сказать, в той же Америке стало существенно слабее Я не согласен, что оно изменилось Я считаю, что оно всегда таким Нет, я говорю про отношение изменилось Именно в экономической теории Я сказал, что гражданское общество, в принципе, стало несколько слабее Потому что между людьми стала меньше готовность к кооперации на низовом уровне Я не согласен с этим А почему это? Ну, есть просто там, не знаю, оценки, которые показывают, что люди менее активны, например, вовлечены в волонтерскую деятельность Менее активно Просто активизм изменился Ну, интернет ушел, в частности, например, да, можно сказать Не только Нет, ну, слушай, успех франкфурской школы лоббистский, да, это как раз непосредственно результат создания новых зонтичных Франкфурская школа Франкфурская школа, это не гражданское общество Это гражданское общество Это его такая раковая часть, но это гражданское общество Ну, хорошо, ладно Ну, в принципе, можно, наверное, с этим согласиться, да, но все-таки успех франкфурской школы Основной, вот, в борьбе за умы Он пришелся на более ранние периоды, как мне кажется Мне кажется, франкфурская школа, вот, в интеллектуальном противостоянии Она победила, вот, к 68-му году Ну, и в 70-е Мне кажется, как раз в последнее время она Просто дальше идет, вот, отголоски той интеллектуальной победы Они распространяются Вот, по-моему, чуть-чуть вина провел Вот, они, значит, идут дальше, значит, у нас по всем уровням, да, и, значит, доходят до самых каких-то низовых уровней общества, да Но принципиальная победа в умах интеллектуалов, вот эта крем-де-крем, да, вот эти вот самые высшие прослойки Она, как мне кажется, произошла полвека назад Ну, недостаточно победить интеллектуалов Нужно еще обладать инструментами для того, чтобы Ну, вот, как раз-таки, вот, в последнее время создаются эти инструменты И, значит, все дальше и дальше это вниз протекает, да Вот, другое дело, что, может быть, если там победа произошла 50 лет назад То, может быть, мы еще через 20-30 лет увидим, что какая-то другая, не знаю, теория Может быть, тоже либертарианство, может быть, еще что-то оказалось За либертарианством будущее Ну, может быть Точно, точно